МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Мегаполис со своими вечными проблемами. Пробки на дорогах и неконтролируемая миграция. Дороговизна жилья и скучность в многоквартирных домах. Ночная преступность и коррупция чиновников. Я говорю сейчас не о повестке дня заседания Московской городской думы, а о повестке дня Римского сената. Как говорит эта книга, один день в Древнем Риме. Рим был крупнейшим мегаполисом древности, да и вообще всей мировой истории. До 5 миллионов человек, согласно некоторым источникам. И, собственно, эти проблемы остались вечными для всех крупных городов. Сегодня Древний Рим назвали бы обычным городом-миллионником. Там жило по разным оценкам от полутора до пяти миллионов человек. Но для второго века нашей эры эта цифра была фантастической. Впервые западная цивилизация столкнулась с феноменом мегаполиса и связанными с этим трудностями. Высокой преступностью, малодоступными ценами на жилплощадь и, как следствие, большим количеством бездомных. Кстати, именно в Древнем Риме произошла эволюция жилья. Особняки постепенно стали превращаться в многоэтажные дома с отдельными квартирами. Во втором веке в Риме было больше тысячи общественных бань, 28 библиотек, 100 храмов, 4 театра, один из которых вмещал 25 тысяч человек. Это исторический журнал «Власть факта». История для нас – живая наука. Мы ищем вне ответа на сложные вопросы современности. Еще сто лет назад лишь 10% населения Земли жили в городах. Сейчас нас уже 50%. К середине 21 века 70% людей будут жить в городах, а в развитых странах – все 90%. 21 век станет первой по-настоящему городской эпохой в истории человечества. Что произойдет, когда планета превратится в сплошной город? Нужно ли останавливать урбанизацию? Город – это добро или зло? И выдержат ли планета наши города? Да. Говорим об этом сегодня в нашей программе. Наши гости – культуролог и дизайнер Владимир Поперный. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. И архитектор, преподаватель Московской архитектурной школы Сергей Ситар. Добрый вечер, Сергей. Ну вот мы начали с Рима. Но в любом случае после римской эпохи таких гигантских городов до 20 века уже таких мегаполисов не было. Ну, мне кажется, очень важно иметь, когда мы говорим о Древнем Риме и о римском городе, который, кстати говоря, был наследником греческого города во многом, тот факт, что вот этот вот действительно почти современный город с пятиэтажными домами, водопроводом и всем этим уровнем комфорта был возможен только благодаря тому, что, ну, не знаю, две трети населения были исключены не просто из жизни города, а из как бы, из категории людей. Даже если мы возьмем более древний город, скажем, идеальный город греческого инженера и архитектора Гиппадама, он создал проект идеального города на 10 тысяч жителей. Но эти 10 тысяч жителей не включали рабов, детей и женщин. Они были как вещи, поскольку там рабов можно было продавать, покупать, и в каком-то смысле это... Говорящие орудия там они назывались. Совершенно точно. Они жили в тех же вот этих многоквартирных инсулах или где? Где жили рабы? Это хороший вопрос, я не знаю. Сережа, может, вы знаете. Ну, они были каким-то сложным образом... Нет, конечно, рабы там еще подразделялись на какое-то количество категорий, там, домашние, сельскохозяйственные и так далее. Это все, в общем, более-менее описано, и понятно, что они соответствующим образом распределялись и в городе, и за пределами города. Кстати, вот эта вот ситуация с рабами, она существовала в Америке довольно долго. И, скажем, в 19 веке, когда сегрегация существовала в южных штатах, не в 19 веке, а в 18... Ну да, и в первую половину 19 века. И когда путешественники с юга приезжали на север, то им говорили, нет-нет-нет, уже существовали железные дороги. Им говорили, нет, ваши черные рабы не могут ехать в одном поезде с вами, потому что для них есть отдельные вагоны. Они говорили, одну минуточку, это наши рабы, они должны ехать с нами. Они говорили, нет-нет-нет. Так что вот эта уникальная ситуация, которая существовала в Америке с рабами, она в каком-то смысле напоминает то, что происходило в Риме. То есть город, он изначально сильно основан на разделении. Действительно, если мы посмотрим, например, на политику Аристотеля, а в античности политика, конечно, привязана к городу, да, потому что слово политика происходит от слова полис, вот. Так она, по сути, целиком состоит из обсуждения различных моделей взаимоотношений между вот этими кастами или классами, которые каким-то образом поддерживаются. И, ну, мы помним фигуру цензора, да, в Риме. А, собственно, цензор – это в том античном значении, это не человек, который определяет, что можно публиковать, а чего нельзя, а цензор – это человек, который следит, ну, это группа, целая категория, так сказать, которая следит именно за тем, кто попадает и кто не попадает в определенные сословия. Ну, да, ценз, как бы, сословные цензии. Да, они проводят периодические переписи. Город на протяжении всех эпох остается неким таким инструментом сегрегации, да, распределения людей по сословиям и имущественным каким-то категориям. И в какой момент он перестает, когда город становится, становится ли он вообще некой демократической? В общем, это же колонизаторская политика, то же самое, что было в Риме. Вот эти все европейские города, которые мы сегодня знаем исторически, они во многих случаях основывались на, ну, ядре, которое является результатом как раз римской колонизации Европы, да, Кёльн там тот же, слово Кёльн – это само слово, это уже колония. Это один и тот же механизм во все исторические эпохи. В России это происходило позже, соответственно, все эти города, в общем, были форпостами этой империи, так сказать. Ну, значит, с другой стороны, видимо, здесь, если говорить о планировке, есть, наверное, радиально-кольцевая планировка, которая связана с центральной крепостью, с центральной ролью власти, и такая более линейная, да, квадратно-гнездовая планировка. Вот, скажем, я не знаю, Нью-Йорк посмотреть. И там же этого совершенно нету, да, вот как Манхэттен, да и другие там части Нью-Йорка, они нарезаны вот таким вот квадратно-гнездовым способом. Это уже другой тип города? Представление о том, что вот такая сетка планировочная связана только с промышленной революцией, это заблуждение, потому что примеры прямоугольной планировки находят в 27 веке до нашей эры, где-то на территории Пакистана. Да, там, Махин-Жидар, там. И, значит, в Вавилоне, и в Египте, и так далее. Но, в общем-то, конечно, это связано с римским лагерем. В Нью-Йорке, как мне кажется, вот эта планировка, она же невероятно оказалась удобной для движения, потому что пробки избегаются при такой планировке. Вы знаете, есть две совершенно противоположные точки зрения на этот вопрос. Когда эта планировка осуществлялась, то критики говорили, что как раз большое количество пересечений улиц и создает пробки. Это уже потом придумали авеню с односторонним движением, и улицы с односторонним движением. Но в тот момент создания... И зеленую волну, светофор, да. Это уже способы справиться с этой врожденной проблемой, а именно бесконечное количество пересечений. Самый простой способ добраться куда-нибудь в Нью-Йорке – просто поднять руку. И наверняка остановятся желтые такси. Американцы называют его «йеллоукэб». Йеллоукэбов в городе так много, что жители иногда говорят, по нему течет желтая река. Этот цвет для такси был однажды выбран именно в Нью-Йорке. В 1907 году фирма «Нью-Йорк Тексикэп» закупила во Франции 600 таксомоторов. Хозяин фирмы Гарри Аллен придумал покрасить их в желтый цвет для большей узнаваемости. Любопытно, что примерно в то же время, в 1906 году, служба такси появилась в Санкт-Петербурге. Но в России революция отменила такси как пережиток буржуазного прошлого. А в Нью-Йорке «йеллоукэбы» стали неотъемлемой частью жизни города. Таксист в Нью-Йорке – это не просто водитель, а культурный герой. Человек на перепутье, которого ждет либо взлет, либо падение. Мало кто работает в такси всю жизнь. По статистике, каждый год одна треть водителей уходит оттуда. Их замещают вновь прибывшие. У таксистов популярна шубка. По этническому составу водителей легко сделать выводы о волнах эмиграции в США. В 90-е годы 20 века среди них было немало выходцев из бывшего СССР. Теперь русского таксиста встретить гораздо сложнее, чем, например, индуса или африканца. Хотя «йеллоукэп» – самый доступный транспорт в Нью-Йорке после метро, находится немало недовольных тем, как работает этот сервис. Мой таксист едва ли знал два слова по-английски. У него не было GPS, и туда, куда мне надо, мы ехали 50 минут вместо 15. Их интересуют только чаевые. На задние сидения они даже не заглядывают, а ведь там бывают кучи мусора от предыдущих пассажиров. Это типичные жалобы на водителей желтых такси. Впрочем, и у них жизнь не сладкая. Работа таксиста считается одной из самых опасных в городе. В месяц фиксируется около 300 нападений на таксистов Нью-Йорка. Некоторые заканчиваются убийством. По закону таксист не имеет права отказать пассажиру в поездке только потому, что он ему кажется подозрительным. Работа таксистов под отчет на государству. Хотя сами автомобили принадлежат частным компаниям, лицензию они получают в правительственном учреждении. Каждому таксисту выдается жетон с номером. Голосование на дороге – это единственный способ поймать желтые такси. Вызвать Елока по телефону нельзя. Зато можно позвонить в службу предварительного заказа, так называемый кар-сервис. И такси приедет. Только оно будет не желтого, а черного цвета. В Нью-Йорке легче поймать такси, чем в любом другом городе мира. Это данные опроса, проведенного в 2012 году одним из крупнейших туристических интернет-порталов. Правда, по таким показателям, как безопасность, чистота и вежливость водителя, Нью-Йорк намного уступил Лондону. Лучшим такси в мире, по мнению пассажиров, уже пять лет подряд остается черный лондонский Кэп. Я хотел сказать несколько слов, почему по Нью-Йорку можно практически быстро доехать на такси. То есть есть два способа быстрого передвижения. Это метро и такси. Это возможно благодаря тому, что безумно дорого стоит парковка. Поставить машину на два часа, это может стоить 40 долларов. Это может быть как угодно много денег. Поэтому жители города не пользуются своими собственными автомобилями, даже когда у них есть, и держат их только для поездки за город. И я думаю, что очень простой способ убрать, ликвидировать пробки в Москве, это просто сделать очень дорогие паркинги и запретить парковаться на ротуарах. Проблема будет решена. Здесь есть другой момент. Мы говорили об империях и каких-то локальных сообществах, типа греческого полиса. Вопрос на самом деле сейчас стоит о судьбе города, как некой вообще исторической типологии. И связан он не там уже не с индустриализмом, хотя, конечно, с индустриализмом и постиндустриализмом, но прежде всего с проблемой идентичности. Что вот какая-то последовательно воспроизводящая из себя система отношений и организация жизни на территории, она связана с тем, что люди признают себя гражданами какого-то города или принадлежащими им какой-то конкретной общине. Больше, чем даже, скажем, гражданами. Больше, чем государство там предполагает. Потом они начинают восстановить себя гражданами государства, и это эпоха, конечно, определенного упадка городской архитектуры, потому что она просто меньше привлекает внимания. Это уже не так важно для самоутверждения и самосознания жителей. А сейчас, в постсвальдейскую эпоху, вот есть такой итальянский философ замечательный Павло Вирно, он сказал, что слово общество устарело, его пора уже как бы выбросить на историческую свалку, а вместо этого он предлагает ввести такой термин множество, multitude, вот, и говорит о том, что основой общности для этого множества, это уже интернационально, но что является не, ну, не нацией, там, не город, не государство, а только интеллект как некая общечеловеческая способность. Вот, как... Ну, да, особенно в эпоху интернета, когда есть такая ноосфера, и, собственно, у людей... И в этом смысле, конечно, перспективы архитектуры, как вот такого искусства, воплощать в образах пространственных вот эти самые идентичности, эти самые представления о себе определенных сообществ, так сказать, вот это такой непременно есть общественный аспект архитектуры, оно сейчас находится как бы под угрозой. Ну, да, потому что архитектура была привязана к локусу, да, к неким странам, к городам и к большим проектам. К определенной общественной структуре всегда, и в системе... Ну, потому что еще и деньги, да, это же вопрос денег и ресурсов, собственно, кто будет платить за архитектуру? Одно дело, государство развивает инфраструктурные проекты, или города вкладываются? Да, но, с другой стороны, главный упрек модернизму всегда состоял в том, что вы проектируете абстрактные формы, которые можно ставить в любой точке земли, вместо того, чтобы ваше сооружение выражали дух места. И этот упрек по-прежнему можно отнести и к Рэму Колхасу, и к Захе Хадид, и к Фрэнку Герри, которые строят вот эти, скажем, интересные скульптурные формы и в Бильбао, и в Лос-Анджелесе. Ну да, вот скажем, Шанхай, к примеру, взять, да? То есть, с одной стороны, была такая, с одной, с европейской стороны, вот этот бунт, такая типичная квази-европейская архитектура, а с другой стороны, то, что новый Шанхай, Пудонг, построили за рекой. Ну и что это? Это везде могло быть, это любой город мира мог быть. Всего 25 лет назад на этом месте были рисовые поля и деревни. Но в начале 90-х годов правительство Китая решило учредить в шанхайском районе Пудун особую экономическую зону. Именно тогда тут была построена восточная жемчужина, вторая по высоте телебашни в Азии, а также высотные офисные здания. Вид с реки на новый район Шанхая давно стал визитной карточкой города. Большинство горожан живут на другом берегу реки, в районе Пуси. С Пудуном его соединяют несколько туннелей и четыре моста, один из которых самый длинный арочный мост в мире. В 2010 году по численности населения Шанхай занял первое место, оставив позади такие города, как Мумбаи, Москва и Пекин. И в современной, и в такой авторской архитуре, и в среднестатистической архитуре мы видим один и тот же момент, она отрывается от территории, она превращается в подобие какого-то, не знаю, какой-то космической техники. Да, 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 как космические корабли сели. Но это можно отнести и к Баухаусу, это началось уже тогда. Да, этот вектор. А вот, ну, с другой стороны, Сергей, вот вы очень интересную эту проблему подняли, идентичности, город как привязка человека к месту, да, вот эта вот вертикаль, привязка человека к земле. И действительно, очень часто идентичность больше с городом, чем со страной, связанной, скажем, парижанин. Когда, там, не знаю, Растиньяк приезжает в Париж, он же хочет стать парижанином гораздо в большей степени, чем он себя чувствует, чувствует французом, да, покорить этот огромный город, чтобы был у его ног. И точно так же, мне кажется, сейчас люди, приезжающие в Москву, себя пытаются как-то идентифицировать больше с этим городом, чем со страной. Ну да, то же самое ненависть остальной Америки к Нью-Йорку, примерно такая же, как ненависть остальной России к Москве. Это все-таки, с одной стороны, зависть, с другой стороны, презрение. Это вот такие сложные, смешанные чувства. Ну здесь вот есть этот момент центральности, да, ощущение центральности. Люди как бы стремятся попасть в центр, в центр событий. Вот с чем это центрально связано? Мне кажется, мы только сейчас начинаем как-то более или менее глубоко разбираться в этом вопросе. До этого это все происходило во многом стихии. Нет, поэтому, что города были центрами власти, да, предположим, Академия наук французская, она была основана еще при монархии, когда все было как бы связано и все вожжи, так сказать, были переданы в одни руки. Но Франция вообще хороший пример в этом отношении, да, Париж, как вот Вальтер Беньямин пишет, да, Париж столица 19-го столетия. В 19-м веке Франция, между прочим, чуть ли не чемпионом является порождаемостью, и по населению она чуть не превосходит Россию, и где-то там, ну, в общем, страны, не может быть, на равне. Она была, по-моему, одной из трех самых густонаселенных стран в мире в этот момент. А потом вдруг эта рождаемость падает в 20-м веке. Вот это интересный тоже вопрос. Париж. 2004 год. Исправительный суд приговорил известную актрису Бриджит Бордо к штрафу в 5000 евро за разжигание межнациональной розни. Годом ранее вышла книга, в которой исконная парижанка Бордо высказала свое мнение о миграционной политике. Я против исламизации Франции. Эта обязательная лояльность, это вынужденное смирение вызывают у меня отвращение. Согласно переписи 2006 года, в Париже проживает около 12 миллионов человек. Многие из них родились за пределами города, 20% за пределами Франции. Париж, в общем-то, как любой мегаполис мира, он настолько многолик, что говорить о каком-то среднем парижанине достаточно затрудительно. Потому что, ну давайте с вами посмотрим на что-либо сравнительно недавнюю историю. Вот те, кого называют Ле Вре Тити Паризьен, то есть уроженец Парижа, они вплоть до середины 19 века они составляли абсолютное меньшинство в своем городе. Почему? Дело в том, что смертность вплоть до середины 19 века в Париже превышала рождаемость. И город рос за счет эмигрантов. Происходил размыв. Если вы возьмете наиболее известных людей Франции, то, как правило, они рождены не в Париже. Ну, Пиаф родилась в Париже, и Жак Ширак тоже. Ну, например, Генрих IV родился в По, а Миттеран родился в Шаранте, а, скажем, Тулус Латрек родился в Альбе. В середине 20 века, когда во Франции провозгласили политику открытых дверей, в страну и, конечно, в Париж устремились тысячи иностранцев. Люди разного цвета кожи и религиозных воззрений получили французское гражданство. Улицы города запестрели национальными костюмами, стали смешиваться разные традиции и белый Париж стал цветным. Вьетнамцы, которых вывезли после поражения Франции в колониальной войне, они достаточно легко адаптировались к парижской жизни. Как не покажется странам, африканцы очень легко адаптировались. Масса африканцев занимает достаточно серьезные посты, работает на ответственных должностях и так далее. и так далее. Сложнее оказалось с арабами. Дело в том, что в основном это были магребинцы. И они стали приезжать, знаете, вот один приехал, и начинается уже, он имеет право на воссоединение семей. Ну, семьи большие, и некоторые кварталы разрастались так, что, в общем, стали доставлять определенные неудобства коренным парижанам. Особенно это касалось момента, когда Франция стала достаточно активно строить целые кварталы того, что французы называют Эшелемы. Эшелемы – социальное жилье с низкой арендной платой, вполне доступной для эмигрантов. Арабы заселялись в Эшелемы кланами. Постепенно несколько отдаленных районов Парижа оказались полностью арабскими. Там свои правила. Часть населения не говорит по-французски, не принимает парижских законов и практически живет по шариату. По статистике, ежегодно 100 тысяч арабов официально становятся новыми жителями Парижа. Еще 300 тысяч приезжают нелегально. Так что представление о среднестатистическом парижанине в последние годы уже значительно изменилось и еще будет меняться. Кстати, интересно, что Эрвин Пановский в своей знаменитой книжке готической архитектуры и сколастика, он пишет о Париже, о средневековом Париже, как центре, где создавались вот эти вот теоретические модели, которые потом во всей Европе были выстроены в виде готических храмов. Нет, ну то же самое Константинополь. То есть всегда храм, особенно центральная, это модель мира или репрезентация. Так что София Константинопольская это тоже, это немножко на другом языке и в другой совершенно парадигме. Ну и собор Святого Петра. Но это, да. И город же сам по себе тоже является не только храмом, но и сам город является неким прообразом мироздания. Крайне мере, скажем, я не знаю, как модернистские города строили там, как Корбюзье проектировал там Чендигарх или хотел Москву сделать, как Немир делал Бразилия. Ну вы знаете, вот эти все авангардные проекты города было возможно создавать такие проекты только за счет какого-то такого пренебрежения к реальному функционированию города. Потому что город уже тогда был настолько сложным организмом. И сейчас мы понимаем, что один человек придумать новый город не может, а если может, то это будет катастрофа, как, например, с городом Бразилия. Вся эта борьба между урбанистами и дезурбанистами, которая происходила в конце 20-х годов. Дезурбанизм придумал социолог Михаил Ахитович, у которого была идея мы знаем все проблемы современного города, мы знаем, что он болен, но лечить его бессмысленно, потому что современные технологии, автомобиль и шоссейные дороги позволяют перевозить свой дом и ставить его в любом месте. То есть вот... То есть город и есть проблема. Город и есть проблема, как Рейган сказал про правительство. Правительство и есть проблема. Эти дискуссии уже закончены. Это все сто лет назад почти. Это 20-е годы 20-го века. Урбанизм и дезурбанизм. Урбанизм победил. Мы живем в мире городов. Это неотвратимо. Не очевидно. Дискуссия была закончена, потому что Ахитович был расстрелян, а Гинсбургу пришлось строить санаторий для членов политбюро и отказаться от своих теорий. Там, собственно, аргумент, который он выдвигает, это то, что... Ну вот как есть такой марксистский известный тезис о том, что государство появилось там и тогда, где и когда общество развивилось на классы. Это в проекте и на город. Потому что город, стейт, государство, город-государство и так далее. Можно сказать, что империя есть как бы система городов, но на том же генетическом коде как бы возникающая. Так вот, что город и есть следствие вот этого неразиства. Разделение на плаву. Разделение на плаву. Да, то с чего мы начали. Город как система запретов и заборов. Если мы хотим бороться с разделением, если мы хотим действительного равенства, то мы должны избавиться от города. И поскольку марксизм все-таки еще живет как некая парадигма, и, кстати говоря, в западной системе академической у него не такие уж плохие позиции, в общем, непрерывно, какие-то свежие мысли, критика, по крайней мере, существующего порядка, она все-таки слева происходит до сих пор. То и эта идея дезурбанизации, она, значит, и не умрет пока. Но с другой стороны, вы знаете, вот в самом конце я хотел бы еще об дезурбанизации поговорить, но пока вот я хотел не согласиться с этим, потому что, по-моему, сейчас, по крайней мере, город, вот уже в 21 веке, это очень сильное средство такого эгалитаризма, выравнивания. То есть посмотрите, сколько создается общественных пространств. То есть города, они как-то являются, по-моему, сейчас инструментами, наоборот, по перераспределению ресурсов, созданию транспортных инфраструктур, я не знаю, форумов каких-то. Но мне кажется, считать, что идея дезурбанизма не существует больше, не совсем точно, потому что, если мы возьмем вообще самую идею субурбии, то это какая-то форма дезурбанизма, потому что это бегство богатого, белого населения американских городов из центра, все дальше и дальше от города, потому что каждый хочет иметь свой дом, свой кусочек земли, свой белый забор. Но, кстати говоря, интересно, что сделало возможным вот такую субурбию и каким образом эта субурбия привела к кризису городов, к транспортным пробкам и так далее. Ну да, да, вот этот спрол, да. В Америке это было сделано во многом за деньги Министерства обороны. В 50-е годы Министерство обороны финансировало строительство вот этих скоростных магистралей, хайвеев и фривеев. Почему именно оно? На случай срочной переброски войск в случае советского вторжения. Вот это вот буквально была такая поставлена цель. Есть документы на этот счет. И финансированные Министерство обороны были построены вот эти скоростные магистрали, которые в конечном счете привели к катастрофе городов. Потому что как только стало возможным уезжать, люди стали строить вот эти вот ну, как назвать, не спальные районы, ну, в общем, все субурбия. Ну, да, города такие, субурбия. И по мере того, как там все застраивалось, приходилось ездить все дальше и дальше. И теперь вот эти скоростные магистрали забиты до такой степени, что по ним почти невозможно ездить в Лос-Анджелес. Ну, это Лос-Анджелес, да, с которым вы и связаны. Ну, понимаете, с одной стороны, Лос-Анджелес это мегаполис, вот о которых мы сейчас говорим. от Оранж-Каунти почти до Сан-Франциско или, по крайней мере, до середины, там где-то Сан-Лоис, Абиспо и так далее, это все застроенная территория, это все городская среда. Там нету сельскохозяйственных поселений. С другой стороны, все-таки он разбит на какие-то маленькие городки своим образом жизни. Это даже можно сказать, в каких-то городах. И даже есть отдельные места, где, поверите ли, можно ходить пешком. Вы знаете, вот мы сейчас все говорим о западных городах, а ведь если так задуматься, то будущее глобальных мегаполисов, это же не Лос-Анджелес, Париж, это Мумбай, это Найроби, это Мехико. Скорее, Юго-Восточная Азия. Да, Мехико, и... Не, ну, Мехико там уже, по-моему, там за 20 миллионов переваливается. Если посмотреть темпы роста и возникновения городов-миллионников, то это, конечно, Юго-Восточная Азия. Мы должны будем рано или поздно начать осваивать китайский, вот, и как-то разворачиваться тоже в ту сторону, просто потому что, ну, вот, жизнь там, понимаете, вот это вот, просто приходится ограничивать рождаемость, да, а в Европе рождаемость... Эти мега-города, они произведут какую-то новую культуру, новую цивилизацию, как в свое время произвел европейский город, понимаете, там, концентрация людей в Париже или Нью-Йорке, я вижу по истории, да, божество, последние несколько лет, сколько это дало, да, вот, культурного слоя человечеству. А создание таких суперкластеров, там, я не знаю, в Африке, в Юго-Восточной Азии... Если судить по тому, что происходит сейчас, это вот, как Борис Гройс назвал это, город в эпоху механического воспроизведения по аналогии с известной статьей Беньямина, где он доказывал, что исчезает разница между городами. В этом смысле, мне кажется, вот постсоветский город, он все-таки представляет собой серьезную проблему, потому что вот эта урбанизация в таком очень индустриальном режиме, да, с просто невероятным превалированием вот этих стандартных элементов над индивидуальными. Вот. Ну, да, те же торговые центры, шоппинг-моллы, которые, так сказать, везде втыкаются... я говорю сейчас о массовой жилищной застройке позднесоветского периода. У нас надо иметь в виду, что произошел невероятный рывок в обеспечении населения вот этим городским жильем, ну, минимального, так сказать, уровня, но все-таки это по сравнению с какой-нибудь Латинской Америкой, где точно так же урбанизация скакнула, но это все вот эти фавелы, вариваются, там нет никакой инфраструктуры, нет там, ну, вплоть до электричества, можно не говорить о канализации какой-то. Здесь все-таки это худо-бедно городское жилье с удобствами. Сентябрь 2012 года. Более тысячи жителей бедных районов Рио-де-Жанейро остались без крова. Причиной стал мощный пожар. Он начался на мусорной свалке. Из-за сильного ветра и жары огонь быстро распространился. Высота пламени достигала 10 метров. Местные жители пытались тушить его с помощью подручных средств, однако ведра с водой помогали мало. Оставалось беспомощно наблюдать, как огонь пожирал все их скудное имущество. В этот раз было уничтожено почти 300 лачуг. А всего с начала 2012 года здесь произошло 32 пожара. Основные причины короткое замыкание, перегруженность электросети и беспечность людей, населяющих фавелы. Слово фавела с португальского переводится как трущоба. В середине 20 века в Рио-де-Жанейро за лучшей жизнью устремились сотни тысяч людей со всей Бразилии. На нормальное жилье денег у них не было и они возводили свои лачуги там, где им больше всего нравилось. В этом смысле вкусы бедняков совпали со вкусами богачей. Так виллы и оказались в окружении трущобных кварталов. Только в Рио сейчас их насчитывается около 700. Каждая фавела по сути это государство в государстве. Территория нон-грата для полиции. Тут свои законы, свои правила и свой бизнес. Фавелы не патрулирует полиция, государство не гарантирует безопасность населению. Когда две фавелы воюют между собой, их окружают федеральными войсками. Но делается это исключительно для защиты тех, кто находится за их пределами в нормальных районах мегаполиса. И даже военные опасаются лезть на узкие и грязные улицы трущоб. Абсолютно типично для Рио стычки воинствующих группировок, состоящих из детей. Торговля наркотиками и оружием основной бизнес в этом миниатюрном мире. Таким этот мир предстает в фильме бразильского режиссера Фернандо Майрелеша «Город Бога». Бедный квартал, родители, работающие круглые сутки за гроши, их беспризорные дети, которым хочется еды, денег и развлечений. Мальчишки помладше время от времени подворовывают на рынках, подростки совершают налеты на грузовики, ну, а потом начинают торговать наркотиками. Молодые и беспринципные, в руках пистолет, в карманах деньги. Дети-бандиты продают кокаин и борются за власть в городе Бога. Все непрофессиональные актеры для этого фильма были набраны в фавелах Рио-де-Жанейро. Фернандо Майрелеш признался, если бы он заранее знал, что съемки в трущобах будут такими опасными, то отказался бы от идеи создания города Бога. Президент Бразилии Лула Досилова еще в 2007 году обнародовал национальную программу по борьбе с преступностью. На нее выделили почти 3,5 миллиарда долларов. Эти средства предполагалось потратить на обучение молодежи и создание рабочих мест. Президент также подчеркнул, что государство не намерено специально разрушать фавелы и лишать крова людей. Трущобы должны превратиться в современные районы с освещенными улицами и кирпичными домами. Но это осталось лишь словами. Два года спустя вокруг фавелы Рио-де-Жанейро начали возводить трехметровые бетонные стены, отгораживая трущобы от престижных районов. Так своеобразно власти решили одну из самых насущных проблем мегаполиса. И вот будущее за какими-то мегагородами, этими мегаполисами, действительно, я думаю, скоро 50 миллионов будут города, лет через 10-20 мы увидим. Или за какими-то средними городами с характером идентичностью? Знаете, я хотел сказать, есть такой английский режиссер, его зовут Гэри Хаствит. который сделал трилогию документальных фильмов очень интересных. Первый назывался Хелветика, он был весь посвящен шрифту Хелветика. И потом критики с изумлением писали, как ему удалось про такой скучный предмет, как шрифт, сделать увлекательный документальный фильм. А его последний фильм, примерно год назад вышедший, назывался Urbanized, то есть Урбанизированное, и он был посвящен проблеме города, урбанизации будущего городов. Там есть интервью со всеми известными людьми, с Рэмом Колкасом. Главный сюжет фильма, в существу, независимо от того, как он красиво снят, это борьба между проектированием города, скажем, методами Мозеса, который был начальником Port Authority в Нью-Йорке, Роберт Мозес, который прокладывал эти скоростные хайвей, разрушая сложившиеся какие-то группы людей, этнические образования. И сейчас эта тенденция абсолютно всеми говорится, да, это абсолютная ошибка, мы так больше не будем, и вот там женщина, которая занимается планировкой Нью-Йорка, и говорит, это была грубая ошибка, мы сейчас все будем делать по-другому, потому что для нас главными являются принципы, изложенными Джейн Джейкобс. Джейн Джейкобс, которая недавно была переведена на русский язык, через сколько-то, почти 50 лет после ее написания. Ее главная идея, что надо ходить пешком по своему кварталу, надо смотреть безопасность. На велосипеде максимум. На велосипеде, на велосипеде, пешком. То есть, если Роберт Мозес смотрел на город с вертолета или на макетах, точно так же, как действовали советские планировщики сталинской эпохи, то она рассматривала город с точки зрения пешехода, микромир. И, грубо говоря, кроме вот этой идеи Джейн Джейкобс, что город должен быть, то, что она называла, livable, пригодным для жизни и комфортабельным и своим. Пока, во всяком случае, судя по этому фильму, никаких новых идей нет. Вы знаете, я думаю, что здесь мы вышли на какую-то очень важную вещь. Именно, что, так сказать, совершив вот этот гигантский цикл урбанизации, мы все равно приходим к тому, что, как вы здесь очень хорошие слова сказали, что город должен быть в масштабе человека. То есть, речь совершенно ведь не идет не о количестве людей. Там, Аристотель считал, что идеальный город должен быть 5400 человек, факториал 7, числа 7. Так, вот вы говорили, Гиппадам, 10 тысяч человек, идеальный город. Рим было уже вроде как 5 миллионов человек. Сейчас у нас будут города 50 миллионов человек. Но это, собственно, не принципиально, а принципиально то, чтобы города были в человеческом масштабе, и именно через фигуру человека, вот как этот витрувианский человек, да, через все было в человеческом масштабе, через фигуру человека города привязывались к местности, к истории и, собственно, к человеческой жизни. Ну что ж, спасибо, я благодарю вас за участие в этой передаче, культуролог и дизайнер Владимир Поперный, архитектор, преподаватель Московской архитектурной школы Сергей Ситар. Это была программа «Власть факта». Спасибо, что были с нами сегодня вечером. До встречи на телеканале «Россия культуры». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин